В пять раз сократилась сумма изъятий средств из ЕНПФ в январе этого года. Например, если на улучшение жилищных условий в декабре казахстанцы подали более 2000 заявок и было выдано 413 миллиардов тенге, то в январе эта цифра сократилась до 76 миллиардов и 50 тысяч заявок. Уменьшилось количество заявок и в Кустанайской области. И в числе самых популярных целей у жителей региона по-прежнему остается покупка жилья без ипотеки. Так, с момента начала возможности использования излишков пенсионки, 8 тысяч жителей области купили жилье на общую сумму 25 миллиардов тенге. Вторым по значимости и по популярности является цель как погашение частичной или полной задолженности в отбасы банки. Данной целью воспользуются более 2000 клиентов на сумму примерно 2 миллиарда 800 миллионов. А также такими наиболее популярными целями является это пополнение наших депозитов. Вот вы знаете, что с декабря месяца данная функция стала доступна. Уже достаточно много людей воспользовались. В числе популярных целей также полное и частичное погашение ипотечных займов в других банках, а также лечение. 1215 кустанайцев потратили на свое здоровье без малого миллиард тенге. Несмотря на временное затишье, банкиры ожидают в начале марта новый поток заявок. Ведь с 1 апреля пороговое значение изменится. С 1 апреля не отменяется возможность использования пенсионного накопления. Просто увеличится порог в соответствии с минимальной заработной платой и так далее. И да, это, конечно же, повлияет, потому что станет выше порог. И те, кто сейчас смогут снять свои пенсионные накопления с выше порога, возможно, после 1 апреля уже не смогут их сделать или смогут меньшую сумму снять. Поэтому, да, большинство людей стараются до 1 апреля снять. Основной поток подающих заявки кустанайцев пришелся на ноябрь и декабрь прошлого года. Тогда, как и в целом по стране, в банках люди создавали очереди, обращаясь за консультацией. Хотя по-прежнему весь процесс подачи заявки и получения средств на счет происходит онлайн на специальной платформе. Для этого нужна электронная цифровая подпись и пакет необходимых документов в цифровом формате. Виктор Ваташко, Яна Гала, РТН